В Твери на площадке мультимедийного парка России «Моя история» открылась выставка «Русский Азов». Пройдет она в новом, необычном формате. Тверской регион первый в стране принимает это мероприятие. С помощью новых технологий специалисты смогли воспроизвести некоторые события, восстановить изображение артефактов истории, визуализировать даты, факты и события, связанные с Азовом. Открытие выставки «Русский Азов» состоялось с 1 августа в залах мультимедийного исторического парка «Россия. Моя история». Сопровождалось оно выступлением стипендиата-губернатора. К присутствующим первым гостям и организаторам, и экскурсоводам обратился руководитель парка. Он подчеркнул, что за две недели работы выставки ожидается много посетителей. У нас начинается большой поток, двухнедельный марафон, это школьники, студенты, трудовые коллективы. Она особо нам интересна, особо дорога. Это касается и тематики «Русский Азов», и это касается глубины ее проработки. Терреский регион 111 принимает эту экспозицию по стране, и далее она уже будет до осени шагать дальше. Выставка будет интересна гостям всех возрастов. Проект расскажет о появлении современной акватории и уникальности Азовского моря, об истории городов и народов, населявших и населяющих при Азове. Кроме того, экспозиция сделана в новом современном формате. На выставке «Русский Азов» использованы новейшие абсолютно технологии. В частности, это и большие экраны, то есть можно визуально все увидеть. Очень много 3D-изображений. В так называемых тач-столах огромнейшее количество интереснейшей, увлекательнейшей информации. Посетители смогут узнать, например, о племенах, которые проживали в Приазовье. Также могут узнать о первом трофее молодого царя Петра I, сколько обнаружено тайных подземных ходов в Азове. Познакомиться с историей Приазовья можно как с экскурсоводом, так и самостоятельно, как раз при помощи тач-столов. В них загружена уникальная информация. Экспозиция включает в себя материалы ведущих российских музеев и архивов, в том числе и спасенной коллекцией Краеведческого музея города Мариуполя. Возрастная категория выставки «Русский Азов-12+.» Сегодня действительно большое событие для нашего города, культурно-историческое событие. И мы всегда с азовым подходом и вниманием ценим такие мероприятия. Надеюсь, что те школьники, которые сегодня еще находятся в нашем городе, найдут время с родителями вместе, посетя эту выставку. Многочисленные факты позволят посетителям убедиться в том, что развитие Приазовья – историческая заслуга российского государства и помогут понять судьбоносный выбор жителей этих территорий вернуться в Россию. Напомним, что одним из городов Запорожья на берегу Азовского моря – город Бердзянск – подшефная территория Тверского региона. Его в прошлом году посетила делегация из Твери. На самом деле очень красивые, и места эти очень такие древние. И со своей какой-то особой, знаете, теплотой, причем не только солнечной, а вот такой человеческой. К сожалению, там наших туристов сейчас не так много, как хотелось бы, но мы должны сделать все для того, чтобы их там стало как можно больше. На выставку планируется пригласить и команду школьников из Бердянска, которые проводят летние каникулы в Верхневолжье. Проект реализован Национальным фондом развития гуманитарного знания «Перспектива» совместно с Российским историческим обществом при поддержке президентского фонда культурных инициатив. По мнению губернатора Игоря Рудени, сегодня проекты, которые реализуются в парке «Россия. Моя история», направлены на сохранение духовных традиций, культурных ценностей российского народа, на правильное воспитание молодежи.